Ровно два часа дня показывают часы в Украине в прямом эфире новости. Меня зовут Максим Малынов. Здравствуйте. На Тираспольской площади 15-й трамвай сошел с рельсов. Произошло это из-за реконструкции, ну а точнее из-за плитки, которая попала в колеса электротранспорта. В связи с происшествием около получаса движение всех трамваев по этой линии было остановлено. Ну а сейчас общественный транспорт курсирует в своем обычном режиме. Камень попал под трамвай. Вот такие работники, вот так вот получается. Делают площадь, но не видят, что под трамваем. Но, к слову, рабочие давно просят чиновников хотя бы на неделю остановить движение трамваев, но их обращение игнорируют. Не только из-за трамвая было шумно сегодня на Тираспольской. На площади продолжают бороться за права незрячих. Я напомню, что рабочие установили там тактильную плитку с нарушениями. По всем стандартам покрытие для людей с инвалидностью по зрению должно быть в 80 сантиметрах от опасной зоны. Но на площади плитка выходит прямо на дорогу. У меня двое детей-незрячих, которые будут пользоваться этой штукой и, не дай бог, попадут под колеса машины. Вы отвечать за это не будете. Так же, как тот проектант какой-то там, проектировщик отвечать не будет. Так же, как никто отвечать не будет. Ни городской голова, никто отвечать за это не будет. Но ответить на претензии пообещали представители управления дорожного хозяйства горсовета, но на назначенную встречу они не явились. Зато свой комментарий дали представители подрядчика. Тактильное покрытие должно быть на расстоянии не менее 80 сантиметров от опасной зоны. Мы услышали это замечание. Мы сейчас ждем проектантов. Они делают изменения в проекте тогда. И мы очень быстро. Это не есть проблема. Буквально ровно два дня. У меня огромная еще просьба. Та плитка, которая используется тактильная, она некачественная. Мы можем пройти отснять, она уже разбита. Ее не успели положить. Смотрите, вариант в том, что там, где была разбитость, получается, сюда наехал или подручник с камнем, или же миксер, идет стройка. Ежели какая-то плиточка лопнула, мы ее заменим. Ну а поскольку нам пообещали исправить ситуацию уже через два дня, вы сами слышали, уже в четверг мы отправимся на очередную инспекцию. Порядка двух десятков активистов ночью собрались возле здания Одесской облгосадминистрации. Люди требовали отставки министра МВД Украины Арсена Авакова. Мы планируем добиваться, первое, это требование отставки Авакова. Он не контролирует действия, народ для него никто. Второе, отставка Маликова, это тот, который руководил сегодняшней операцией по разгону ветеранов АТО. Второе требование, это освобождение наших пленных бойцов. И это уже, естественно, к нашей Верховной Раде. Пусть принимают закон об оккупированных территориях. Заявления одесситов были связаны с силовым разгоном участников блокады Донбасса. Я напомню, что накануне сотрудники СБУ задержали 43 участника торговой блокады Донбасса на станции Кривой Торец. Сегодня, кстати, всех их уже освободили. Председатель Одесского ГАМа, Максим Степанов, также прокомментировал информацию о разгоне блокады на Донбассе. Что там находится, это наша украинская территория, что это наша украинская земля. Что там находятся наши с вами граждане, которые на сегодняшний день оккупованы. Да, и там находятся террористы, которыми это оккуповано. Но, кроме того, там находятся сотни тысяч наших с вами граждан, которые там опинились в связи с российской агрессией. Они оставили престижные работы семьи и пошли на войну. Три года назад, не имея особых навыков, они взяли оружие и стали защищать Украину. Почему пошли на войну? История двух героев. В эксклюзивном интервью Анастасии Кожушка. Я освещитель. Ставлю свет в декорациях клипы, сериалы, фильмы. Я работал в авиакомпании, но когда я увидел, каких привозят хлопцев туда, то я до этого армии не служил, у меня сердце просто не витримало. И я пошел. Я не думал, что я буду стрелять, воевать. Я ишел с мислю хотя бы копать. Там, откуда я родом, оккупированная территория уже. Ну, из своих личных пробуждений освободить свою родную, действительно, землю. Чтобы поменьше было там насилия, потому что, как только пришли российские солдаты, российское ополчение, там начался хаос. Если ты не боишься, то, я думаю, ну, ты же не можешь рвать в башку и лезти вперед, да ты боишься. Были часы такие, когда мы прощались, когда мы обнимали друг друга и думали, что уже все. 30 января, когда пошли в контратаку на сепаратистские позиции, заняли их и уже при удержании получили ранение. Когда ты там, стоишь на посту, стаёт солнце, когда ты дякуешь Богу, что ты ещё прожив один день, тогда даже вирш «Росвет на войне» на российской мове написанный там, он написан, чтобы оно йшло от души, когда ты там, ты понимаешь, и там, только там можешь написать вирш. Я прошу вирши про любовь и про войну. Также мою любовь, Людмиле, я написал очень много вирши. Бывает, что спим по три часа, по четыре за сутки. Живём в блиндажах. Довольно такие плохие блиндажи у нас построены. Самые лично своими руками выкопали в тот момент, когда по нам стреляли. Стою на посту я, рідно ей неньки, бо доля у меня така. Схилилася мати в молитві тихенько, солдата з війни вигляда. Солдат, який мужньо відстоять, і навіть годинню тяжку, залишиться вірним своєї країни і душу положить в бою. Стою на посту я, а думай про наї, про ту, що у дома чека, про ту, що сказала, що вірить у мене. Людмила, кохана моя, Людмила, ти краще у світі, ти доля моя золота. З тобою хочу залишитись навіки. Тобі я присвячую цього вірша. У меня старшей дочке 7 лет, младше полтора годика. Ну, постійно о них думаю. Каждый день надеемся на окончание этой войны. Аби мені сказали, що ти должен пожертвовать своим життям, щоб вона закінчилась, я би пожертвовать своим життям, аби закінчилась ця война, аби не були 200-300-ти скаличеной судьбы. День добровольца в Україні отмечают впервые. А в Одесі церемонія прошла в сквере Героев Небесной сотни возле здания Одесского ОГА. Не обошлось без автоматов, спецприємів і задержання. Більше подробностей расскажет наш корреспондент Яна Нестеренко. Восточные границы страны защищают 37 добровольческих батальйонов. Это люди, которые сами приняли решение бороться за свободную, независимую Украину. В независимости от своего возраста, независимости от своей профессии, не просто приняли решение идти защищать страну. Когда увидели, что нашей стране угрожает, суверенитету угрожает безопасность. И поэтому я считаю, что это люди, которым мы должны гордиться. Первый добровольческий батальйон отправился в зону АТО три года назад, 14 марта. Этому событию посвящен День добровольца. В Одессе его отметили минутой молчания и инсценировкой задержания врага. Сергей Шостаков – бывший зам батальйона «Шторм». Он считает, новый праздник развивает патриотические чувства. Добровольческий батальйон – это ассоциирует со словом «патриот». Почему? Потому что во все времена добровольцами – это именно те, которые люди были более патриотически настроены, и которые могли свое личное благополучие положить во имя какой-то идеи. Ну, здесь в целостности нашего государства. Ростислав пошел добровольцем в зону АТО в июне 2014-го и сразу попал в Иловайск. В тот самый котел, в котором получил тяжелые ранения. А после попал в плен. Из ада бойца вытащили сотрудники Красного Креста. Для Ростислава день добровольца не праздник, а день памяти погибших побратимов. Пошел брат двоюродный. Он раньше немножко. И пришла такая мысль, что если придут к нам, то придется туго. Не только мне, но и моим близким. Попал сюда, к вам, в Одесский госпиталь. Здесь девочки-волонтеры, медики подняли на ноги. Как видите, никто не скажет, что я пострадал где-то. В этот день в сквере Героев Небесной Сотни на проспекте Шевченко атошники и представители власти возложили цветы в память о погибших. Яна Нестеренко, Алексей Пережилин, Седьмой канал. В эти минуты на площади перед железнодорожным вокзалом проходит флешмоб. Он тоже посвящен Дню Добровольца. В нем участвует оркестр военно-морских сил Украины. На месте находится наш корреспондент Яна Нестеренко. Яна, что там у вас интересного? Рассказывай. Здравствуйте, студия. Здравствуйте, телезрители. Мы сейчас находимся на площади возле центрального ЖД вокзала. Только что здесь прошел флешмоб, который посвящен Дню Добровольца. Здесь собралось около 70 исполнителей. Здесь было два оркестра. Оркестр военной академии и Оркестр военно-морских сил Украины. Они отыграли две композиции – гимн Украины и марш вооруженным силам Украины. Рядом со мной находится начальник пресс-службы оперативного командования ЮГ Бирюков Игорь. И сейчас он нам более подробно сможет рассказать о самом флешмобе, его целях и как к нему готовились. Игорь, расскажите, пожалуйста, более детально о самом флешмобе. В сечне 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон про назначение в Украине Дня Украинского Добровольца. И поэтому сегодня, 14 березня, и именно сегодня в многих областных центрах нашей Украины проводится такой флешмоб, где выступают вооруженные оркестры. В Одессе, как вы сказали, на центральной площади, біля центрального входа, выступали два оркестра, которые выполняли две музыкальные композиции – это «Державный гимн Украины» и «Марш вооруженные силы Украины». Это вооруженные оркестры, вооруженные академии города Одесса и вооруженные силы Украины. Проводится этот день, и, понимаете, что вы значили роль украинских добровольцев на начале неоголошенной войны в 2014 году. Благодаря им было остановлено преступного агрессора, освободено много территорий на территории Донбасса. Пока отродживалась украинская армия, которая была развалена попередниками, значит, и тогда уже Добробат первый принял на себе этот удар, зупинил преступного агрессора. Тому их вклад в справу перемоги и защиту нашей территориальной ценности очень важливый. Тому этот день изначается сегодня, он уже узаконен и будет изначаться щоречко. Сколько городов принимали участие в этом флешмобе и как там он проходил? Я за другие места не скажу. Я скажу, что в городе Миколаеве, который также входит до склада оперативного командования «Повдень», это произошло в 12-й годы дня. В городе Одесса – в 2-й. Ну, приблизительно в 12 областных центрах Украины проводились сегодня эти флешмобы. Спасибо вам большое. Студия, на этом у нас все. Да, Яна, спасибо большое. Продолжаю следить за событиями. Мы ждем тебя в редакции. Для того, чтобы подготовить всю эту информацию в едином сюжете, мы расскажем вам об этом уже в 16 часов и покажем, как же проходили флешмобы на ЖД-вокзале. К этой теме сегодня мы еще не раз будем возвращаться в наших эфирах. Смотрите внимательно. Вечер на седьмом будет в течение сегодняшнего дня, тоже посвящен Дню Добровольца. С новостями на этом у нас пока все. Мы продолжаем внимательно следить за всем, что происходит в Одессе в этот вторник. Все самое главное соберем воедино и расскажем вам уже в 16 часов. Хорошего вам дня. Не переключайтесь и будьте в курс. До встречи.